всем привет мои хорошие сегодня ваше любимое видео видео с обзором вещей чаще всего это вещи с каких-то китайских сайтах но бывают и другие интересные бренды поэтому рада вас видеть снова на канале и очень вас прошу внизу под этим видео проголосовать или написать ваше мнение о таких видео продолжать ли мне сотрудничать данными сайтами показывать вам одежду расскажу почему это делаю до сих пор потому что девочки любят такие видео очень их ждут и просят как вы знаете что на протяжении двух-трех месяцев я их не снимала но при этом сообщение приходило очень и очень много что девчонки ждут таких видео и поэтому я решила снова посотрудничать с сайтом шин и именно с него я сегодня покажу вам вещи и конечно же прислушаюсь к вашему мнению которое вы напишите внизу под этим видео продолжать нам снимать такие ролики или нет но мы с вами переходим к первой вещи она сейчас надета на мне вообще по идее бархатная бархатная как ее назвать бархатная лихорадка или вот этот бархатный тренд он прошел мимо меня и у меня не было ни одной вещи из бархата и принципиально в свой магазин я такие вещи не отшивала но вот ну вот это платье почему-то меня зацепило бархатно с кружевом я посчитала что очень классный вам будет сочетать весной а с колготками в сеточку с грубыми байкерскими ботинками здесь есть вот такой вот два разреза по бокам и даже на моем немножко пополневшим беременном тельце вроде смотрится очень даже ничего качество отличное на нем не торчало ни одной ниточки ставлю твердую пятерку ему и если вам нравится то можете смело брать кто знает мой любовь полосатым вещам поднимите руку да это опять очередная вещь черно-белую полоску но для меня если честно таких вещей много не бывает у всех есть что-то любимое кто-то любит все пол гардероба бежевого цвета кто-то черного кто-то белого я вот полосатого черно-белого вот такая вот классное длинное платье длиной миди она по середину икроножной мышцы она очень свободная она сделана по моему из вискозы и кстати на удивление практически все вещи которые в этот раз заказала они из натуральных тканей я очень очень долго отыскивала их на сайте но их реально отыскать можно найти вещи из джинса хлопкового можно найти вещи из катона то есть это реально просто обязательно смотрите хоть там написано по-английски но по-моему можно и по-русски даже найти в общем выглядит все это так очень круто будет смотреться весной и летом с белыми кроссовками или кедами гулять с семеном или без семена мне нравится если хочется разнообразить такое простое платье то можно просто сверху него надеть вот такую вот портупею и она уже выглядит более интересно кстати портупеи можно носить даже беременным потому что они регулируются их можно сделать на талию и вас животик будет внизу ничего не будет передавливаться вот где заказать портупеи также будет внизу под видео следующий образ такой более расслабленный очень летний я не знаю почему половину вещей которых я выбрала уже достаточно жаркие летние и просто открытые но видимо у меня в голове уже тепло весна лето очень очень хочется платьишко очень приятное но полностью натуральное как написано что это стопроцентный катон хлопочек да точнее для нас вот здесь идут это платье рубашка по бокам идут разрезы очень красивый голубой цвет с одной стороны может быть выглядеть как халат или какая-то просто домашняя одежда но я думаю в такой знойный жаркий день в нем достаточно приятно ходить особенно тогда когда я буду каких-то невероятных размеров в это лето надеюсь что она меня будет спасать поэтому смело могу советовать если вам она нужна для таких же нужд как и мне следующее платье она джинсовая хлопковая очень приятная его оценила как я так и моя мама но и кстати тоже очень сильно понравилось у него классная длина то есть она длинная с разрезами по бокам но я обязана вас предупредить здесь есть один косяк который можно как бы рассмотреть как косяк а можно рассмотреть как дизайнерская задумка то есть карман здесь пришиты на разном уровне если вам видно то есть один карман он достаточно обычном месте в уровне бедра а второй карман на уровне талии и как бы попробуй пойми дизайнерская это задумка все-таки или это косяк на швейном производстве но если убрать из внимания эти карманы то в целом платье очень очень приятно к телу также думаю что очень классно будет носиться этим летом поэтому в принципе ставлю твердую четверку и своих денег он стоит поэтому если вам понравилось можете обратить на него внимание несмотря на то что я больше люблю стиль кэжуал иногда я все-таки наряжаюсь куда-то надеваю платье красивые женственные даже могу сделать вечерний макияж прическу вот не знаю куда я пойду в этом платье но надеюсь что какие-то мероприятия интересные будут летом у нас да и весной в мае у нас много дней рождений моё моих близких и родных поэтому очень надеюсь что это платьишко успею выглядеть она кстати хорошо подойдет на беременяши потому что здесь она достаточно широкое но регулируется поясом то есть можете его под затянуть сделать талию поуже а здесь вас будет много много места потому что юбка достаточно широк вот в принципе но у этого платья ткань не натуральная я не знаю какая наверно полиэстер с чем-то вот но несмотря на это выглядит она хорошо и к телу она очень приятно и у этого платья никого запаха постороннего не было ниток никаких не торчало единственно что я его очень по-хорошему не отгладила но ничего страшного я надеюсь вы меня простите вот то есть принципе я могу вам его советовать если вам такой фасон нравится интересен или возможно даже вы захотите его надеть в качестве выпускного платья в этом году дополнив аксессуарами красивой сумочкой сделав прическу тоже хорошо подойдет кому-то также хочу вам показать пару обуви которую заказала в этот раз практически всегда обувь шин меня радует соотношением цена-качество вот эти вот черевичики выполнены очень хорошо красиво никакого клея они удобные они подошли мне по размеру но они жутко пахли когда пришли то есть их конкретно нужно выветривать ставить куда-то на балкон на свежий воздух чтобы этот запах выветрился потом вам где-нибудь покажу расскажу выветрился он все-таки или нет поэтому под вопросом выполнено все очень даже хорошо но вот по поводу этого запаха я даже не знаю что с ним делать может быть если у вас есть какие-то советы напишите вниз ну что ж мы с вами уже подходим к концу и хочу показать вот такой вот очень симпатичный плащ он опять-таки из хлопка выполнен красивый цвет который мне кажется освежает очень весенний он достаточно легкий поэтому подойдет скорее всего на апрель-май рукавчики можно подзагнуть он достаточно длинный асимметричный имеет хорошие глубокие карманы это очень хорошо потому что я их люблю и туда и туда влезет мой телефон вот поэтому эту вещичку я советую у нее есть всего один минус это то что натуральная ткань у нас всегда что делает мнется то есть его было сложно мне отпарить но я думаю если утюгом то в принципе утюгом он отгладится хорошо но он мнется знаете это особенно автолюбители ну и последняя вещь которая хочу вам показать это вот такая вот спортивная кофта на замке со шнурками с капюшон заказывала я ее только для того чтобы гулять с малышом в прохладный летний вечер и как раз таки заказывала уже на пузико она достаточно объемная хотя подойдет и для небеременных девушек она была представлена как просто кофта для обычных девчонок материал очень приятный он опять-таки натуральный я отрыла все-таки такие вещи на этом сайте какой минус минус тут всего один это вот этот вот дешевенькая фурнитура очень дешевенький замочек который такого не очень симпатичного золотистого цвета но куда деваться немножко он заедает когда его застегиваешь ну вот такой дешевенький замочек вот а так в целом ткань дышит она приятная к телу и я думаю что вот на прогулке с семеном будет самое то ну что ж я на этом заканчиваю свое видео извиняюсь если она была немножко сумбурная тяп-ляпная я очень стараюсь снимать для вас видео чаще хотя бы просто снимать не забывать о вас я в любом случае очень старалась знайте это и если вы хотите и дальше такие видео обзор на шмоточна покупочные то тогда ставьте пальчики вверх пишите об этом внизу в комментариях напишите что вам понравилось больше всего я желаю вам оставаться здоровыми красивыми и счастливыми очень вас люблю пока пока